В этом модуле мы увидим разные виды фальцев одинарных и двойных. Это лежачие фальцы на гребневой фальцевой кровле. Вот мы видим сейчас в разрезе так называемый одинарный лежачий фальц задёрг через планку. Здесь видно вот внизу на этом рисунке. И мы сейчас приступаем к изготовлению бумажных картин для того, чтобы разобраться, как нам сделать ослабление гребней фальца. Вот мы сейчас видим ослабление, это красным закрашено, как это делается. В верхней картине и на нижней картине. Ну, это вот когда у нас листовое такое соединение, только что показалось справа. То есть, это простой. А здесь у нас через планку уже, уже здесь у нас два фальца. Один поднимается непосредственно на картине, а вторая у нас кромка уже, ну, её иногда называют фальш-планка. Ну, здесь у нас показано, как делать. Ну, и теперь здесь двойной стоячий фальц. Как соединять две картины, когда у нас гребень сверху и когда у нас гребень снизу. Вот так вот делается это ослабление. Закрашено красным. Ну, здесь нужно обращать внимание на поток воды, насколько он. И эту технику требуется аккуратно использовать, потому что соединения таким образом, они подвержены температурному расширению. Я не буду делать подробное видео по этим узлам. Это очень простая и понятная форма. Единственное, что здесь стоит обратить внимание, что здесь требуется большое мастерство крюльчика для того, чтобы соединять в двойной стоячий фальц гребневый. Спасибо за внимание. Видео указано ослабление одинарного лежачего фальца, как это принято во французской фальцевой школе крюльной. И они, конечно, отличаются от ослаблений, которые мы видим на выкройках картин от немецкой школы. Поэтому задание для самых любопытных – это все-таки согласно выкройкам картин из этого видео, перевод с французского, изготовить и потренироваться на бумажных картинах. Успехов! Примечание переводчика По окончании просмотра этого видео у многих возникает больше вопросов, чем было раньше до просмотра, чем после просмотра. Поэтому в цели педагогических целей мы добавляем как дополнение к этому видео, видео, в которых подробно рассматривается, как делать двойной фальц в гребне, то есть двойной стоячий фальц 25 мм, когда нам нужно соединить картины, когда у нас идет гребень сверху и когда у нас идет гребень снизу. А также сложный довольно-таки узел в изготовлении, не согласен я с автором, это когда у нас идет угол ската больше 10 градусов, и нам нужно соединить картины в одинарный лежачий фальц. Для этого еще используется такой метод, как накладная планка, или как в документах ренцинка пишется фальшпланка. Поэтому предлагается видео от немецкого автора, и приятного просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok